Друзья, всем привет! В этом видео я хочу показать, как я достану вот из этого горшочка новенькую орхидею, которую мы на днях получили. Ссылочку распаковки этой посылки, где есть вот эта вот орхидейка, я оставлю в верхнем углу и можно будет посмотреть. Это орхидея вот в таком большом транспортировочном полиэтиленовом горшке, в амхе. И сегодня, сейчас я хочу ее отсюда достать. Раз. Ее замочить. Два. Распотрошить. Три. Пересадить. Четыре. Но пересадить прям что ни на есть самым простым, но самым практичным и эффективным способом. И грунт, и горшок, и все-все-все. Для ленивого полива. Простого ленивого полива. Тем более сейчас лето. И скакать с тазиками и с различными емкостями для полива не очень-то комфортно. И мы вместе с вами. Я на примере двух орхидей. Сейчас покажу их обзорчик. Убью одним выстрелом. Сразу два вопроса. Первый. Просили меня показать этих две орхидеи, когда они полностью распустятся. Они вот они здесь стоят. Это первое. Полный распуск у них. Они недавно появились. Буквально несколько месяцев назад на нашем канале. Тоже купили в интернете. И второе, друзья. Это будет не только показ, но и подведение итога. И ответ на вопрос, который очень часто задают архаманы, которые покупают в интернете. Сейчас начинают покупать азиатские орхидеи. Да не важно. Вообще в интернете орхидеи, которые вот во мхе. И задают вопрос, Георгий, вот орхидеи такие хорошенькие. Во что лучше всего их пересадить? И вот вы посмотрите результат, во что мы их пересадили. И как они себя чувствуют. Эти орхидеи из мха. Прям буквально из мха. И сегодня вот с этой орхидеи мы повторим тот же самый процесс, что и пару месяцев назад сделали с этими орхидеями. Ну если быть точнее, друзья, то эти орхидеи у нас появились в начале декабря. Это январь, февраль, март, апрель, май. Друзья, пять месяцев назад. Пять месяцев назад. Вот в таком вот они были состоянии. Сейчас посмотрите, какие они сейчас. Но прежде чем их посмотреть, давайте я сейчас эту орхидеючку. Это беглип, друзья. Как он цветет, я покажу образец его цветения. Вот сюда. Вот такой вот он красавчик. Обалденный. Он добавит коллекцию наших беглипов на канале. Это садовник Сонья. Садовник Сонья. Тайваньский садовник. Для начала мы, прежде чем сделаем обзор орхидеи, я хочу этот горшок и эту орхидею замочить. Значит, все первые процедуры, касаемые вот этой вот орхидеи, я оставлю за кадром, потому что у нас есть плейлист на канале, который называется «Орхидеи из Азии. От покупки до домашнего цветения». То есть там собраны все видео, первые шаги, отпаивание разных орхидей в разном состоянии, стимуляция, возвращение к жизни, уход, подкормки, подсветки, пересадки и их первые цветения. Есть плейлист в разделе плейлистов, зайдите, посмотрите. И в том числе у нас есть плейлисты «Вредители орхидей», «Болезни орхидей». И вот, что касается «Вредители орхидеи», эту орхидею я уже обработал, обработал ее абироном, абирон рапид, это от клещей и от сокососущих насекомых. И вот сегодня я сейчас хочу замочить ее фитоловином, друзья. Это у нас водорастворимый концентрат, биологический бактерицид и фунгицид. Два в одном, друзья. Хорошее профилактическое средство. Ну, по крайней мере, это средство у нас доступное, продается в магазинах. Я сейчас одну пластиковую ампулу отрежу и сразу мы ее замочим. Пока она будет замачиваться, вот этот вот замачиваться будет горшок, мы с вами сделаем обзорчик. А потом ее распотрошим быстренько и пересадим, друзья. Я думаю, что это у нас займет немного времени. Итак, орхидеечку я пока отсюда достаю. В эту емкость я наливаю обычной отстойной воды, литр. Вообще литр надо, да? А, литр. А вы знаете, литра может оказаться много, поэтому я сделаю ход каньон, друзья. Не так. Я в литре сразу растворю эту одну ампулу пластиковую в литре. Прямо вот так. Раз, раз, раз. Эту орхидею я уже после пересылки по почте распаковки отпаил. То есть, немножечко я ее попаил. Она уже адаптировалась. Ну, несколько дней прошло. Поэтому пару дней прошло. Не несколько, а пару дней прошло. Поэтому она уже нормальная. То, что она у нас готова к пересадке, у нас говорит о том, что... Говорит то, что вот раскукленные корешки, плюс здесь вот растет корень, плюс листик лезет. То есть, орхидея, она была цветущая на момент продажи. На момент отправки ее в Россию, да, пока она шла, пока то, сё, она уже успела отцвести. Поэтому она уже от режима цветения перешла в рост. Ее самое время сейчас пересадить. Поэтому мы и пересаживаем ее. Это как раз ответ на вопрос к видео недавнем, в котором я рассказывал, какие орхидеи я из Азии оставляю думать, какие пересаживаю. Замачиваю прям вот так хорошо, жирненько, прям все. Чтобы и шейка, и основание, все тут у нее залилось. Да, потому что мы именно замачиваем для того, чтобы от грибково-бактериальных заболеваний профилактику сделать. Ну, все вот так вот нормально. Литр воды как раз хватает. Прям всю ее. Пускай напитывается. Все, пока она будет напитываться, мы вместе с вами сейчас сделаем обзорчик орхидеи. Я покажу на примере во что и как можно пересадить орхидеи из вот таких вот стаканов, из такого мха в какой грунт. Итак, начинаем. Первой орхидеи было две. Значит, 15-го, по-моему, или 12-го, или 15-го декабря, 5 месяцев назад, эти орхидеи, была распаковка. Если интересно, я ссылку оставлю в верхнем правом углу из большой посылки, которая сквозь мороз прошла. Были вот эти две орхидеи. Эти две орхидеи были не цветущие. Не цветущие. Они были вот такие вот подростки. Ну, скажем, взрослые орхидеи. Не подростки, а взрослые, конечно, орхидеи. Вот. И вот она одна из. Одна из. Обе эти орхидеи стоят у меня вот там на заднем плане. И вы их каждый день видите в кадре. Ну, просто не все обращают внимание. Друзья, вот такой вот Биглип. Посмотрите, какой красавчик. Вот. Ой. Ой, испугался. Думал это. Немножко горшок здесь в сторону. Вот. Вот такой Биглип, друзья. Посмотрите, какой красавчик. Это Биглип. Название его я вам достану, покажу. Вот она. Микки Чеширы Кэт 165. Микки Чеширы Кэт 165. Это, друзья, Биглипы из... Мы покупали в магазине в Новороссийске. Магазин называется Орхидейка. Ну, есть этот магазин ВКонтакте. Магазин Орхидейка. Это как раз из разряда тех орхидей, которые там продаются не цветущие, а азиатские. Там есть цветущие. Нам продает, любезная Анастасия, такие интересные экземпляры. И вот там были не цветущие. Вот такой вот, друзья, Чеширский Кэт. Когда мы его пересаживали, тоже замачивали в фитоловине, много людей писали нам, Георгий, покажи, когда они у нас зацветут. Вот, пожалуйста, вот он Чеширский Кэт. Было видео, как мы его пересаживаем. Было видео, как я делал обзор и показывал образец его цветения. И вот он у нас зацвел. Вот в таком он у нас пересадочка была. Это, друзья, у нас Орхиата. В Орхиате он. Корни какие-то подросли чуть-чуть. Какие-то пока что сидят родные корешочки. Но Орхидея в целом чувствует себя превосходно. Вырастила цветонос у нас уже дома. И его вот зацвела, друзья. 5 месяцев от покупки до адаптации и до пересадки. И вот до домашнего первого цветения, друзья. Чеширский Кот. Обалденный. От Мики. Чеширский Кот от Мики. Смотрите, какой красавчик. 165. Так, идем дальше. Второй Беглиб, который меня спрашивали, Георгий, что у тебя там на заднем плане за такой красивый цветок стоит? Белый с свекольного цвета губой. Серединкой, друзья. Сейчас я вам его покажу. Сейчас я его покажу, друзья. Этот мы убираем в сторонку. А тот самый... Достаем и показываем. Вот, посмотрите, какой красавчик. А это, друзья, Беглиб называется... Сейчас достаю вам бирочку. Вот так называется этот Беглиб. Как он там называется? Чарминг Панда 12.24. Чарминг Панда 12.24. Он тоже к нам пришел нецветущий. Это он уже у нас зацвел. Единственное, что на момент покупки у него был небольшой такой вот торчал цветонос. Значит, цветонос не засушился, не заморозился, не застыл. Мы проделали все необходимые процедуры орхидея и пересадили. Вот такой вот он, друзья, красавчик, Беглибчик. Посмотрите. Вот его первое домашнее цветение. Чарминг Панда, друзья. Чарминг Панда. Когда мы пересаживали, у него нижние листики, нижние листики мы немножко заглубили. Почему? Потому что они были такие, знаете, ну, квелые. И я еще, когда пересаживал, сказал, что в процессе там нескольких недель орхидея заберет с него, эти листики отпадут. И, значит, листики эти отпадут, и смысла сажать этими листьями выше нету. Тогда орхидея будет как пальма торчать над поверхностью. Поэтому с этими листьями мы посадим поглубже. И у некоторых зрителей это скептицизм какой-то вызвало и все такое прочее. Ну, вот прошло время, друзья. Посмотрите на состояние орхидеи. И сейчас я вместе с вами эти два листика удалю. Потому что пришло время, они уже, в принципе, один уже сам. Видите, вот, до него дотрагиваешься, и он убирается. Все. Вот. Запомните, смотрите, как с теми листьями глубоко было. Теперь этот лист, он у нас сам отпадет, нет? Ну, он еще не отпадает, но пускай будет, насильничать не будем. Но представьте, без него, вот, вот, его нету, уже орхидея будет вровень с поверхностью посажена. Поэтому с такими листьями можно не бояться немножко пригублять. Зато вот такое, вот это все корни за это время наросли. Посмотрите. Корни у орхидеи наросли за вот эти вот, за пять месяцев, друзья. Вот такая вот красота. Здесь в обе посадки мы добавляли и родной мох. Потрошили вот из мха. И в первом случае мы просто в грунт распотрошили и добавили в орхиату. Здесь тоже орхиата. А и во втором случае здесь у нас, значит, что орхиата. И сверху кольцом у нас лежит мох. А там у нас просто добавлен мох в посадку. Вот. Вот они. Две, друзья, орхидеи. Красотки. Просто красотки. Я думаю, что вот эту орхидею, которую мы сейчас с вами распотрошим и пересадим, она прекрасно дополнит эту коллекцию наших с вами беглипчиков. В общем, вот это вот нежно-розовый с такими какими-то, вот знаете, прожилочками обалденными. Это чеширский кот. И чарминг панда беленький. Вот с такими вот роскошными белыми цветами. И большой губой. Обалдючий. Так, все, друзья, я их убираю пока. И начнем с вами работать. Так. И начнем с вами работать. Я думаю, он уже у нас, цветочек, замочился. Его можно уже извлекать отсюда. Да, он уже набрал воды. Хорошо. А теперь можно его отсюда доставать. Так, где у нас? Емкость, в которую я хотел его распотрошить. Нету рядом под рукой емкости. Я ее не взял. Ладно. Тогда будем его потрошить. Сейчас. в пустой горшок. А куда деваться? Так, убираем емкость. Так, и достаем. Достаем. Так, давайте не так. У нас есть... Вот что у нас есть. Вот, пониже чуть-чуть я опущу, чтобы было видно все. Вот. Ну что, достаем его. Он роскошный. Он просто роскошный. И большой. Прям огромный. Мизинец в дырку сюда помещается. Опа, опа, опа. А его не так легко-то и вытащить на самом деле. Он прям такой. Ну, вообще, друзья, чтобы проще было, берем вот так делаем. Сейчас. Просто берем, кладем его аккуратненько. И там, где у нас вдоль стенок корней меньше, просто горшок разрезаю. Кстати, и там тоже я точно так же горшки разрезал. Ну, знаете, чтобы не травмировать корни. Чтобы корни не травмировать, извлекая. Вот так вот. Не знаю, хватит одного разреза. А, думаю, хватит. О, все, видите? Пожалуйста. Так. Горшок убираем. Он нам не нужен. Так. Вот такой вот он. Бирочка его. Вот такой у него кот. Вот, смотрите, свежие лезут корни. Так, ну что, достаем. Это теперь долгий процесс. Долгий процесс, друзья. Да, но зато он такой, как медитация. Вот, видите, смотрите, раскукленные корешочки. Их, главное, не зацепить. Да, вот сверху мох такой, знаете, уже немножко подпорченный. Но подпорченный, в смысле, не гниет, а на нем водоросли поселились. Они нам не нужны. Поэтому мы его убираем. Остальной мох мы хороший. Но мы потом его отсеем. Так, я из середки достаю. В серединке корешочки. Вот так вот. Потихонечку, друзья, не торопясь. Здесь, главное, минимально, чтобы травмировать корни. Потому что все равно, когда мы корни шевелим, что-то где-то у нас надламливается. Где-то что-то там отрывается. Вот. Вот этот корень у нас торчит. Он какой-то тут наполовину. Нормальный наполовину у него. Веламен уже слез. Ну, взрослое растение. Оно уже цвело. И фотографии были его цветения непосредственно у самого садольника в Тайване. У Соня. Присылал в ознакомительных целях. Ну и, собственно говоря, пока зима прошла, он цвел зимой. Так, вот у нас. Смотрите, какой корень. Какой корешище. И вот он успел отсвести до момента того, пока попал в Россию. К тому моменту, когда он уже приехал в Россию, уже взрослые, цветущие подобные беглипы уже в некоторых группах продавались. Не азиатские, а европейские, голландские. Ну, они похожие, знаете, но немножко отличаются. Немножко отличаются. Смотрите, сколько вот утрамбовано уже, сколько, какой большой пучок. Это спагмос. Мох спагмос, друзья. В азиатский, азиатским теплицам компания, производящая архиату, она же производит спагмос, поставляют, закупают они. И вот много видео есть не только на азиатских сайтах, но и на сайтах, точнее, аккаунтах наших архаманов, которые путешествуют в Азию, заезжают к этим садовникам в гости, снимают видео. И вот там большие такие емкости, в них размачивают этот спагмос и используют его для посадки орхидеи. Ну, вот так вот, друзья, у нас получается это все. Нам главное до основания долезть, посмотреть, что там у нас с основанием, убрать испорченные корни, если таковые имеются. Но вот я сейчас смотрю, особо я не вижу испорченных корней. Мох, друзья, очищать до фанатизма, прям до чистоты корней, не стоит. Вы знаете, я мне не раз попадались в видео на каналах о некоторых орхуманов, которые, когда зачищают орхидею от грунта, там, от мха, прям это делают с такой скрупулезностью, что прям мама не горюй, прям вот чуть ли прям вот не каждую ворсинку. Друзья, ну, я думаю, что это того не стоит на самом деле. Почему? Потому что в любом случае орхидеи обрабатываем, обрабатываем, и там те волосинки от мха, которые остались, они или от предыдущего грунта, они никакой погоды не сделают. Опять же, если мы орхидею обрабатываем, а мы ее обработали вот в фитоловине. А потом, опять же, мы будем сегодня сажать эту орхидею в органику, и мох, он, скажем так, лишним не будет, который остался вот на корешках. Так, ну что, смотрим, друзья. Я немножко пристану, чтобы посмотреть с вашей стороны, с вашей стороны на корни этой орхидеи, и обрезать нехорошие. Так, ну, для начала я посмотрю на мох, на мох. Какой у нас тут мох? Мох хороший, в принципе. Да, будем его применять. Хороший мох я в стороночку сейчас вот сюда уберу. Вот. Бирочка. Ну, вот так вот. А сюда мы будем с вами сейчас чистить корешки. Обрезать ненужные, грязные, плохие корешки, гнилые. Кончики. Ну, плохих на самом деле здесь не так уж и много. Пустые, как сигаретки. Это верхние корешки. А вот нижний, вот этот вот, сейчас я подрезу, его срежу. Почистим сейчас с вами еще. Он, кстати, не раз цвел, я вам смотрю. Еще есть у него один цветонос, второй цветонос, вот, пенечки. Потом цветонос, там он в глубине, это, наверное, когда он сам молоденьким был. То есть, взрослое растение, сильное. Достаточно хорошее такое. Вот такие экземпляры, друзья, не жалко покупать. По цене, друзья, по-моему, он тысячу, по-моему, 1900 стоил, этот Big Leap. Так, вот такой кончик мы обрезаем, он нам не нужен. Можно по-живому. И у меня перекись есть. Сейчас возьму перекись. Перекись и срез я прокапаю перекисью. Оп. Кстати, спрашивали, Георгий, у тебя просроченная перекись. Вот здесь я заштриховал. Значит, это флакончик, которому много лет. я сюда наливаю перекись свежую из канистры. Потому что, ну, нет у меня таких флакончиков. Поэтому здесь старое число было. И чтобы вас не смущало, я маркером замазал. Здесь хорошая свежая перекись. Как ее проверить? Просто капните, полейте этой перекисью на какую-то органику. Если не разлагается, не шипит, значит, все. А если шипит, значит, еще хорошая она. Так что, ничего. Перекись у меня хорошая, свежая. Так, вот такие вот кончики тоже срезаю. Тоже перекисью. Сейчас мы его вот так вот раскапаем. Вот видите, сразу шипеть начинает. Так что, перекись у меня хорошая. так. Все снимаем. Там, где испорченный веламен, можно просто его снимать вот так вот. И ничего страшного. Тяжи, если где-то торчат, они уже все, они сами по себе тяжи, они не гниют. Сами вот эти вот жилки. Они никакого вреда не самые. Все, друзья, вот зачистили. Единственное, сейчас вот там чешуйки у нас остались. Я пинцет брал, не брал, не знаете, не вижу. Где-то у меня здесь есть пинцет. видите, чешуечкой ее сейчас был листик уберу. Да, вот там внизу. Это, друзья, для того, чтобы под чешуйкой не скапливалось, да, тут даже ни один, ни одна чешуйка, два листика у нас уже отмерло у этой орхидеи. Вот, это чтобы не скапливалось там влага, грязь какая, это это вот скорее для этого убираю чешуйки. Вообще, конечно, по большому счету, вот, знаете, я раньше не убирал и ничего, знаете, не происходило. Это уже, знаете, как такое, где-то кто-то начал убирать эти чешуйки, чистить, ну, и вроде как и сам тоже начал чистить, а до этого никогда субтые не чистил и орхидеи чувствовали себя хорошие. Так, это воздушный корень, вот это вот торчал. У него в начале, видите, здесь испорченный веламен, лучше такой корень он не нужен, по большому счету, сразу здесь удалить его, срезать, вот так вот, чтобы он нам не мешал, ну и все, все, вот такой вот у нас получился, вот этот воздушный корень, мы, в принципе, тоже он нам не нужен, он нам тоже, друзья, не нужен, от него никакого толпа нету, поэтому я его вот здесь на сломанном сочленении просто я его отрежу и все, у нас у орхидеи достаточно хороший пучок корней, прям превосходный, смотрите какой, прям обалденный, так, ну что, давайте теперь все это дело быстренько, практично поместим в горшок, да, бирку я пока оставлю, бирка нам пригодится, так, сажусь на место, так, эти две цветущих орхидеи немножко в сторонку уберу, сейчас к окошку пускай пока, так, ну а мы с вами сейчас сделаем посадочку этой орхидеи, что возьму я в качестве горшка, друзья, кстати, вот эти два бегли по, они вот здесь стоят, и вы их можете каждый день видеть, и там еще меня спрашивают, Георгия, где у тебя пиноккио, ты брал два пиноккио, один, друзья, пиноккио у меня стоит, вот он, видно, видите, два этих распустилось, и новые там еще бутусики наливаются, а второй пиноккио, вот он, крупнее который, вот он, смотрите, у него тоже продолжает расти цветонос револьверный такой постепенно, видите, то есть, вот пиноккио, чем мне нравится туфель, туфель этот, башмак, то, что он именно долго цветет за счет бесконечно продолжающихся, отращивающихся цветочков, просто красавчик, так, ну что, значит, что беру за основу, за основу беру обычный, стандартный, ну, на размер побольше, горшок, такого же размера, как и те, у нас растут два, два беглипа, потому что корни большие, сами по себе, растения большие, такие размашистые, что я буду, как я буду сажать, друзья, все то же самое, просто, практично, но со вкусом, и так, дренаж, я не буду, я сейчас все объясню, для чего я так сажаю, почему, и как будет поливаться все это дело, значит, смотрите, тот мох, который был у этой орхидеи, я беру его, хороший, хороший, беру, часть какую-то мха, этого, и накладываю, вот так, вдоль стенки, вот так вот, вдоль одной стеночки, вот так, это к слову, спрашивали меня, а вот у тебя хороший мох, ты можешь им, длинный такой, прекрасный, ты можешь из него делать фитиль, естественный фитиль, а как вот рваный мох, ну вот здесь, вот видите, здесь рваный мох, просто я его беру, вот так вот, формирую, и укладываю, вот, и укладываю, вдоль стеночки, вот так, видите, вот так, ну, хватит пока, теперь, сыплю, архиату, друзья, архиату, 12-18, фракция, вот она, архиата, без всякого дренажного слоя, объясню сейчас, почему, пролетает он у меня там, в эти дырочки, но не страшно, так, ну вот, мы заполнили, часть, теперь, примеряем, корневую, корневую, примеряем, слушайте, горшок прям такой, он уже, из-за этого даже горшка, практически вырос, но, берем мы его, подкручиваем, да, где у нас там, в какую сторону, там его крутим, а, он у нас, знаете как, ха-ха-ха, он, два корня, в одну сторону, три корня, в одну сторону идут, а, два корня, в другую сторону идут, главное, вот, какой он, а, ну тогда мы будем, вот так вот, сейчас, знаете, вот, нет, вот так, потихонечку, потихонечку, его, сейчас уложим, усадим, поглубже, вот, смотрите, как хорошо он у нас поместился, прям, обалденно, вот так вот, так, вот, смотрите, и вот теперь эти пустоты, пустоты, мы сейчас заполним, археатой, аккуратненько, прям, это, знаете, я уже рассказывал, это как, это как, это как тетрис, собирать, да, помните, вот это как собирать тетрис, так, я сейчас внизу, тут поставлю, вот, вам вот так, чтобы вы видели, как это все у меня происходит, по чуть-чуть, по чуть-чуть, прям, по две, по три закидывать, и он сам туда проваливается, если еще взять палочку, хорошую, из-под суши, значит, вот так вот потихонечку, друзья, медитируя, распределяю, археату, где-то можно подстучать, чтобы провалилась, видите, потихонечку укладывается, и уже, сам, хорошо он так устойчиво сидит, на корне сел, потихоньку проваливается все, вот с одной стороны, у нас мох здесь присутствует, ничего, мох еще послужит, ну, пару лет точно, почему я его не заменил, ну, потому что мох содержит, его родную, микрофлору, которая была на протяжении всей его жизни, этого беглипа, и поэтому, ну, понятно, что фитоловин, он не все, скажем таки, не все, ой, не все, не всю живность, скажем, убивает, да, он патогенную подавляет среду, бактерии, именно патогенную, но, какая-то полезная микрофлора остается, которая перекочевывает в этот горшок, в эти корни, в этот грунт, так, ну, вот так вот у нас получается все это дело, вот у нас тут основание его, немножечко надо его, вот так вот, чтобы он стоял, а то, видите, немножко он так завалился, нам его приподнять надо, и чтобы там под корни, под корни, о, все, видите, теперь он ровненько у нас стоит, и верхние корни, вот эти вот, тоже, архиаточкой, присыпаю, архиаточка, 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 друзья, уже не так, какая раньше была, в ней много встречается, мусора, ну, как много, где-то в 5, от 5 до 10 процентов максимум, раньше, конечно, его не встречался, отборная была, вот, ну, в принципе, друзья, ничего страшного, вот я его прежде, чем использовать, выбрал оттуда волокна, Мася, нет, не грызи, нет, Маська грызет, они обработаны от вредителей, нельзя, нет, все, место, от вредителей обработаны, сокосансующий, хоть Маська и не вредитель, но все равно, не надо животным давать архиату кушать, вот, так, ну, вот такая вот, друзья, у нас получилась посадочка, еще, может быть, я возьму сейчас мох, немножко, и там, где он у нас выходит наружу, я его по периметру, по периметру, вот так вот проложу, чтобы сейчас лето, друзья, сейчас лето, и мне, как бы, не хочется, чтобы быстро, чтобы очень быстро просыхал горшок, поэтому, проветривается он, знаете где, именно вот, между стенок и кусочками грунта, то есть, все выходит, именно в этих местах у нас и конденсат осаживается, поэтому я эти места, вот так вот, аккуратненько, видите, таким, просто вот, как, знаете, конопачу, законопачиваю мхом, он потом высохнет, и он будет, меньше пропускать влаги, он хорошо аэрируемый, но при этом он удерживает, то есть, влагу, не дает быстро испаряться ей, вот так вот уплотняю, сейчас покажу все, и покажу, как у нас будет все это дело поливаться, значит, этот, почему дренажного слоя нету, не стал делать я дренажный слой, почему, потому что эта орхидея у нас не будет у меня поливаться методом мокрых пяточек, эта орхидея, она, как вы видите, я заложил естественный фитиль, и скапливание воды на дне горшка не подразумевается, потому что этот фитиль, он поднимет эту воду вверх, со дна все равно, и, распределит ее по тем кусочкам коры, с которой контактирует, архиата хорошо тоже впитывает воду, когда разрабатывается, поэтому дренаж на дне, он по большому счету и не нужен в этом случае, другое дело, если бы я подразумевал полив мокрых пяточек, когда вода постоянно на дне, то органика, которая соприкасается напрямую именно с водой, она, конечно, быстро начинает разлагаться, гнить, и появляются подуры, иногохвостки, которые питаются разлагающейся органикой, они вред корням не наносят, а вот кушают органику, а уже на них приходят различные насекомые, хищники, такой как панцирный клещ, но он плох тем, что он может переносить вирусы на своих лапках, и грибково-бактериальные заболевания, в поры листьев, подуры и многохвостки, они по орхидее самой не лазят, они только вот здесь по грунту, внутри лазают, и большой опасности не несут, ну, поэтому, поэтому на мокрые пяточки лучше, конечно, когда есть неорганика, там керамзит, пеностекло, вот, это будет оптимально, все, посмотрите, мы посадили, у нас есть здесь индикатор, корешок с раскукленным одним маленьким корешком, вот такая вот у нас получилась, с посадкой, и поливаться, друзья, эта орхидея будет следующим образом, значит, вот так сверху, видите, смотрите, как устойчиво все, то есть, ничего, никуда, вот я его кручу, верчу, и нормально себя все чувствует, а поливаться, друзья, это будет следующим образом, вот такое вот блюдечко, ну, оно как бы вот, под такие горшки продается, горшок стоит у меня, в этом блюдечке, вот так вот, я просто наливаю в блюдечко воду, и эта вода из блюдечка, впитывается мхом, он такой какой-то бурый, ну, намокший, и вот, впитывается мхом, подымается, и распределяется, по внутреннему объему горшка, вот и все, то есть, вот такая вот, друзья, у нас получается посадка, ну, примерно, идентичные, вот, с теми, посадками тех, беглипчиков, вот, поставлю ее, конечно, не знаю, будет в блюдечке, она у меня стоять, или в такую же кашпо, как и те два, беглипа, вот, ну, вот так вот у нас, друзья, получилось, в общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья, и до встречи в следующем видео, всем пока-пока.